Всем привет, ребята! Давно меня не было, но это были свои причины. Я вернулась, и мы с вами скоро уже будем говорить про осенние тренды. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наш осенний марафон. И не забывайте о том, что 5 августа стартует вот уже шестой поток моего курса «Стиль для себя», где мы с девочками учимся понимать себя и одевать себя в соответствии с этим. Мы разберемся с типами фигур, какая у вас фигура, неважно, какой у вас рост, плюс сайз, вы не плюс сайз, мы учимся одеваться красиво здесь и сейчас. И цены на курс у нас очень демократичные. Я вам оставлю ссылку на анкету предзаписи в описании. Успевайте записаться, потому что уже 5 августа у нас старт курса. А еще я постила в Telegram интервью с девочками с предыдущего потока. Если вам интересно послушать прям отзыв живого человека, заходите в Telegram, там в закрепе есть посты. Ну, а это небольшие результаты девочек тоже с предыдущего потока. В общем, если вы хотите наконец-таки разобраться со своим стилем, понять, куда вам двигаться в плане одежды, то обязательно жду вас на курсе. Мы 2 месяца с вами будем в чате, и только я на курсе. Никаких рандомов в вашей домашке проверяю я, и отвечаю в чате вам тоже только я. Так что ссылка на анкету предзаписи в описании. Ну, а мы с вами начинаем. Сегодня мы будем смотреть с вами видосики из запрещенной социальной сети. И видосики эти у нас, конечно же, будут связаны со стилем. Это одна из наших любимых рубрик, где мы обсуждаем стилистов и так далее. Начнем мы сегодня с интересного мужчины, который снимает видео про мужской стиль. Но на самом деле я у него находила парочку таких общих видео, которые подойдут как и мужчинам, и женщинам, и мальчикам, и девочкам. Он сам по себе такой персонаж, знаете, джентльмен. Типа вот он такой одевается, слегка немножко винтедж, олдмани. И it's ok, ты можешь одеваться как хочешь, даже если ты стилист. Но при этом я считаю, что если ты стилист, ты должен быть гибким по отношению к другим людям. Это очень важно. И, как я подумала, сначала он ведет блог не о стиле, а именно о каких-то джентльменских штучках, этикете и так далее. Знаете, как часто бывает, когда блог про этикет затрагивает еще стиль. Или весь остальной кринж, прилагающийся к этикету. Так вот нет, он позиционирует себя как стилист. И не какой-то стилист джентльменов, а просто человек, увлекающийся модой. Он называет себя фэшн-инфлюенсером. Он сам об этом пишет, поэтому судить мы его будем строго. Если вы преследуете цель сделать ваши образы максимально стильными, запоминающимися, отражающими вашу личность, нужно задействовать все ресурсы и обращать внимание на каждую деталь. От макушки до кончиков пальцев. То есть буквально на маникюр, педикюр, прическу и так далее. На голове, ногтях, да и во всем можно и нужно воплощать самые смелые идеи. А быть идеятельным легко вместе с профи. Профи это быстрый и удобный сервис для поиска специалистов, в том числе тех, кто реализует все ваши бьюти-идеи. Это легко, вы просто оставляете задачу и указываете в бюджет, а специалисты сами присылают свои предложения. Вам останется выбрать самое подходящее. В этом можно довериться рейтингам, примерам работ и проверенным отзывам реальных клиентов. В общем, если давно хотели сделать окрашивание мечты, которое вас отражает, или хотите поехать в отпуск со свежим маникюром, подходящим под пляжные аутфиты, вам на профи. Более полумиллиона мастеров красоты готовы осуществить задуманное. Но, конечно, есть специалисты не только в бьюти, но и в других сферах. Можно найти хоть репетитора по корейскому, хоть юриста под свои задачи и бюджет. И, кстати, многие из них оказывают услуги дистанционно, что очень удобно. Так, во-первых, не нужно никуда ехать, а, во-вторых, выбор больше, он не ограничен одним городом. Кстати, если вы сами мастер своего дела, то можете скачать приложение для специалистов, чтобы находить больше клиентов. Все подробности по ссылкам в описании. Переходите, пользуйтесь профи и воплощайте свои идеи. Но мы с вами возвращаемся к видео. Три ошибки в стиле, которые совершают 90% современной молодежи. Первая ошибка – это чрезмерный оверсайз. Подростки сейчас носят огромную мешковатую одежду, но когда она занимает 90% гардероба, это уже проблема. Поэтому поменьше оверсайза и побольше элегантной сидящей по размеру одежды. Ошибка номер два – это одежда с непонятными рисунками, надписями и другими абсурдными принтами. В детстве вы могли выделиться с помощью футболки со спайдерменом или бэтменом. Но когда вы взрослеете, вам уже не нужно привлекать внимание с помощью ярких картинок на вашей футболке. Поэтому давайте взрослеть, а всю эту чепуху оставим в детстве. И ошибка номер три – это постоянно носить кроссовки. Я понимаю, что в них удобно гулять, ходить пешком, но хотя бы одна пара классической обуви у вас должна быть. Например, черные или темно-коричневые оксфорды отлично подойдут для любой ситуации, когда вы надеваете более-менее элегантный стиль. Видео номер раз о том, что нельзя носить подросткам. И я сейчас вам покажу еще одно видео на такую же тему у него же. Три вещи, которые я советую сжечь каждому подростку. Вещь номер один – это любая одежда неонового цвета. Ядовито-желтый, ядовито-зеленый, ядовито-розовый в повседневной жизни ни в коем случае мы не носим. Допускается только в спортивной одежде. Вещь номер два – это узкие джинсы. А также джинсы рваные и джинсы с рисунками. Все их вместе собираем и бросаем в костюм. А вместо них лучше купить обычные темно-синие джинсы прямого кроя. И вещь номер три – это кожаные браслеты. Здесь долго объяснять не буду, все это выглядит несерьезно и очень-очень дешево. Поэтому вместо этого лучше вообще не носите браслеты, либо носите классические часы. Я думаю, что лор и его видео вам понятен. Такой вот он манерный джентльмен. То есть он в своем джентльменском сознании настолько преисполнился, что решил, что подросткам не стоит носить оверсайз, не стоит носить яркие оттенки, кожаные браслеты. Чел, у тебя на руке в этом видео фенечка, блядь, надета. Фенечка. Ну, по крайней мере, это выглядит просто как какой-то кусок нитки. Я не знаю, что это оберег какой-то или что. А не кажется ли нам, что это тоже выглядит несерьезно? Особенно в контексте вот этого образа old money, вот этого classic style. Он говорит так про подростков, про детей, по сути. Как будто им есть дело до какой-то статусности, о которой он вещает, что это дешево выглядит, что это несерьезно. Но это подростки. Их суть заключается в том, чтобы расти, развиваться и найти то, что им нравится. Как я уже сказала, это человек, который в целом в своем блоге пропагандирует классический стиль. Причем не какой-то классический смешанный со спортом, да, современный, с подиумов на сегодняшний день, а именно прям вот классический. It's okay. Эй, если ты рассказываешь про классический стиль, ты сам его носишь, но это должны быть какие-то узкие рекомендации для круга людей, которым это будет интересно. Не так, что каждому подростку нужно выбросить оверсайз узкие джинсы. Это странно, согласитесь, на мой взгляд, тем более говорить такое подростков, которые вообще еще в жизни ни с чем не определились. Скини-джинсы это не то, что стоит выбрасывать. Скини-джинсы многим идут. А просто все зависит от стилизации. Мы с вами об этом часто говорим, что скини-джинсы это не анти-тренд. Скини-джинсы это тренд из прошлого, который на сегодняшний день стоит носить современно. Как мужчинам, так и женщинам. И есть огромное количество примеров классных луков. Я вот сейчас, знаете, думаю про обтягивающие штаны и представляю всех вот этих вот айдолов мужских групп, которые постоянно в узких штанах. И вот, а что бы он сказал про их образы? И странно этого не понимать, когда ты называешь себя фэшн-блогером. А что насчет кислотных оттенков оверсайза? Я понимаю, что это не имеет отношения к стилю олдмани, но это не обязательно всем людям в мире одеваться в олдмани. Если ты просто рассказываешь про классический стиль, ты можешь давать это как совет для тех, кто хочет так одеваться, и кто ищет эту рекомендацию, а не совет всем подросткам. Еще у него есть тоже видео, например, такое. Эти шорты нельзя носить в городе, если вы хотите выглядеть стильно. Объясню максимально просто и понятно. Спортивные шорты для спортзала или пробежки. Не для города. Гавайские шорты для пляжа или бассейна. Не для города. Кому пляжные шорты для похода в лес или рыбалку? Не для города. А чтобы выглядеть стильно, выбирайте классические модели из хлопка или льна. Они должны быть либо однотонные, либо с нейтральным принтом, например, мелкую полоску. Отправляю это видео тем, кто еще не купил одежду на лето. Ну, то есть, вы понимаете суть, что человек только что сказал нам о том, что вот эти луки, они не для города. Оказывается, что спортивные шорты, современные даже на сегодняшний день, модные, актуальные, интересные, нельзя носить в городе. Я понимаю, что есть определенная категория шортов, которые нельзя носить в городе. Это ультракороткие шорты. Это, возможно, не совсем уместная для города вещь. Но если шорты прикрывают попу, они актуального силуэта, и они клево вписываются в концепцию всего вашего лука, вы знаете, как их застилизовать, то здесь нет никаких проблем. Я не знаю, почему многие люди решили, что только классика это стильно. Придерживаться таких консервативных взглядов в вопросах моды фатально. Для стиля других людей, которых вы, в итоге, будете одевать с такими взглядами. Что у нас есть далее? Есть суперинтересная тема, которую я с вами хотела обсудить. Ведь, оказывается, у нас сейчас люди одевают других с помощью астрологии и асцендента. Я просто не шарю в астрологии, не шарю вообще за всю вот эту эзотерическую тему. Но к этому есть, конечно же, очень много вопросов. Особенно, когда человек себя в целом не позиционирует как человек, увлекающегося модой, стилем. И тем более, когда ты не одеваешь других людей, ты никогда этого не делал. Это немного странно. Давайте разберемся, почему. Кто вам сказал, что нужно одеваться по Венере или Солнцу? Известный факт, что стиль нужно выбирать по асценденту. Я не знаю, что такое Венера и Солнце. Так же, как я в целом не особенно представляю, что такое асцендент. Я знаю, что есть вот знаки зодиака, и это какой-то дополнительный припиздок к остальным знакам зодиака. По-моему, нет? Объясните, если я не права. А мне кажется, что нужно одеваться по фигуре, по настроению и по своему внутреннему ощущению, а не по Венере или Солнцу или асценденту. Важно понимать, что открыв файлик с асцендентами, вы не сможете составить себе гардероб, потому что очень много составляющих есть, над которыми мы, кстати, на курсе работаем, как подбирать себе вещи, цвета, фасоны. И давно ли астрологи у нас стали стилистами, что они одевают людей? Что нужно учитывать, когда вы советуете человеку стиль? Первое, нужно учитывать то, чем он занимается в жизни, его образ жизни, его работу, его хобби, учёбу, детей и всё остальное. Это всё очень важно для того, чтобы мы сделали итоговый стиль, поняли, куда нам двигаться, чтобы это было комфортно. Далее, нам нужно внешность посмотреть, какая у нас контрастность и какого мы там тёплого тона, холодного тона и так далее. Это всё, что нужно. Никаких цветотипов, никаких типов, архетипов, ничего от них не нужно. Только то, насколько вы насыщены по внешности, это всё, что нужно. Ну и далее, индивидуально нужно работать с фигурой. Настолько глупо, что я даже не знаю, как это описать. Почему на вас это не сидит, почему вам это не нравится, потому что вы решили одеваться по солнцу и венере, не потому, как вы выглядите, блядь, в зеркале. Так вот, комментарии в телеграмме у этой девушки по поводу гайда. А что делать, если не нравится стиль по асценденту? Действительно. А такое разве может быть? По-моему, нет. А почему не нравится? Как хочется одеваться и как нужно по асценденту? Я дева с луной в козероге, венера в раке, асцендент во льве. Мне это ваше золото и красный цвет как-то близко не упали. Автор гайда отвечает. Потому что луна в козероге и солнце в деве хочет быть маленькой незаметной девочкой, боящейся социума и лишних взглядов. Тихо и мирно сидеть в сторонке. Асцендент во льве требует заявления о себе. Тут скромно не осидишься, явно будет много взглядов. А вы, а, боитесь внимания и взглянов, б, боитесь заявить о себе и показать себя. Тут дело вообще не в красном. Мы уже выяснили, что не нравится стиль по асценденту, потому что он яркий, выделяющийся, а психологически комфортнее быть серой мышью. И скобочка. То есть такая пассивная агрессия. То есть она только что назвала девушку серой мышью, потому что на самом деле внутренне, по какой-то венере в луне, она хочет быть вот этой вот незаметной девушкой. Не каждый хочет выделяться. В этом и суть, что мы не можем одеть человека по асценденту, потому что мы должны учитывать множество факторов из его жизни. В этом заключается суть работы качественной человека, который одевает другого человека. Если человек не хочет выделяться, например, но хочет при этом одеваться актуально, это тоже можно сделать. Следующий комментарий. Потрясающе, но я никогда не носила такой стиль. Асцендент в весах, но я предпочитаю черный цвет, облегающий и, возможно, вызывающий. А луна и венера в каких знаках? Венера в стрельце, луна в стрельце. Отсюда и тяга к вызывающему. Но все-таки нужно одеваться по асценденту? Если вы хотите использовать возможности этого мира и чтобы перед вами открывались двери, да. Вы заметили, что тут очень много противоречий? То есть, смотрите, оказывается, асцендент ничего не решает, потому что вот уже который комментарий мы видим, да, что не совпадают вкусы, потому что, оказывается, какая-то там луна и венера, они в чем-то другом. И вот поэтому они как раз-таки отвечают за вашу черепушку и за то, что в ней происходит. Но одеваться вы должны по асценденту, учитывая, что он, походу, вообще ничего не решает и никакой власти не имеет. То есть, как? Как мы можем работать с тем, что вообще под собой не имеет никакой конкретики? На что мы опираемся здесь? На что? Реально, это просто бред. Очень красивый гайд. Но мне совсем не близок стиль по асценденту, скорее по Венере. Так вот, если Венера такая важная, мы же все-таки по ней будем одеваться? Это, если что, комментарии там были не только негативные, были и положительные комментарии, но это к вопросу о том, что не каждому это подойдет. Особенно человеку, который копается в себе, не знает, что ему больше нравится, но уже у него есть какие-то наработки конкретно, что знает, к чему его тянет. Когда есть конкретика, есть четкий план. Нет конкретики, нет плана и нет результата. Если вы будете одеваться по асценденту, вряд ли когда-то у вас будет какой-то хороший результат. Показываю наглядно, как работает астрология и проявления по асценденту на примере Беллы Хадид. Казалось бы, модель. Она и в Африке модель. Ей все к лицу. Нет ничего, что не подошло бы. Так, но так. Однако цель асцендента усилить и наделить энергией и сделать вас еще заметнее, чтобы люди не могли оторвать глаз благодаря энергии, которую вы излучаете от образа асцендента. У Беллы асцендент в 9. И если мы откроем его бесплатный гайд стиль по асценденту... Я говорю, это не один-единственный гайд в интернете про стиль по асценденту. Найдем деву, то мы увидим, что сильнейшим зарядом обладают образы, где сочетаются деловой плюс повседневные стили, с акцентом на глубокие темные природные оттенки, с минималистичными аксессуарами и прической, и многие другие особенности проявления, которые нравятся и усиливают модель. Белла Хадид одевается не по асценденту. У Беллы Хадид были клевые стилисты. Насколько я знаю, сейчас она сама одевается, ну, потому что уже есть навыки. Но я не думаю, что стилисты Беллы Хадид сидели такие, так, по асценденту ее будем надевать, значит, покрасим ей волосы. Нет, не было такого. У нее внешность достаточно яркая, она очень контрастная, у нее хорошая фигура, она высокая, и действительно любая практически одежда на ней будет смотреться клево. Но более, скажем так, по-простому, дерзкий стиль, ее внешность просто подчеркнет лучше, потому что у нее внешность совсем не милашка, да? Таких асцендентов еще может быть 500 в мире, а вы один, и вы можете меняться каждый день, вы можете менять цвет волос, у вас может меняться фигура, у вас может меняться настроение, род деятельности, и все это будет влиять на ваш стиль, и это нормально. Главное знать, что вам больше нравится и что вам подходит. Вот по дате рождения мы выбираем одежду теперь, в 24-м году. Казалось бы, телефоны без кнопок уже существуют. Окей. Ну и последний у нас на сегодня персонаж, очень интересная женщина. Какая одежда не нравится мужчинам? Непродуманный домашний гардероб, майки, спортивные штаны, вот такие платья, футболки, шлепанцы резиновые. Мужчина может и не говорить, что ему это не нравится, но на подсознательном уровне он считывает это как непривлекательную и скучную одежду. Оверсайз и сверху, и снизу, когда под ним совершенно не видно вашу фигуру. Однообразие в одежде, когда каждый день вас видят в одном и том же, не меняются фасоны, и все это скучно и предсказуемо. Блеклые, невыразительные цвета. Я где-то уже слышала это. По-моему, у Марка Бартона. А как вы знаете, Марк Бартон, или Макс, по-моему, Марк. Марк Бартон персонаж весьма и весьма сомнительный. Он говорил, по-моему, такие вещи из разряда «Ну, ты приходишь домой, там жена, она в домашнем, она уже расслабилась, понимаешь, она тебя уже не уважает». И эта женщина транслирует ту же самую информацию, что вы в отношениях, даже в долгих, длительных с вашим партнером, все равно должны быть в стрессе. То есть, представьте себе, вы не можете расслабиться ни на минуту, даже если вы с партнером, не знаю, вы уже познакомились, у вас уже прошел вот этот период, когда вы там что-то друг к другу притирались, знакомились, когда пытались создать впечатление какое-то, да? Это все прошло, но вы все равно должны себя чувствовать некомфортно. Вы должны постоянно быть при параде, вы должны постоянно думать о том, а нравится ему эта одежда или нет. В домашней одежде, дома не ходить, всегда быть в платье. Вы постоянно должны быть в напряге. По-моему, здоровые отношения строятся не так. Здоровые отношения строятся на доверии. А на доверии как раз-таки ты можешь позволить себе ходить, не знаю, в пижаме, в который на работу к начальству ты не пойдешь. Дома ты можешь позволить себе с любимым человеком расслабиться, ведь он любит тебя такой, какая ты есть. И здесь даже вопрос не в стиле, что она здесь нам рассказывает о том, что мы должны носить одежду, которая нравится мужчинам. Это вопрос гораздо глубже. Женщины, которые это смотрят, убеждают себя в том, что это они что-то делают не так. И не надо пытаться людей удержать красивым платьем. Это что вообще за бред? Людей детьми не удержишь, особенно мужчин в семье, не то что платьем. Это сильно портит внешний вид. Недостаточно подобрать красивые образы. Помимо одежды есть много нюансов, которые могут испортить впечатление о вас. Первое. Это отсутствие состояния легкости и расслабленности. Когда вы не даете мужчине возможности проявить свои мужские качества. Например, открыть дверь в машине, отодвинуть стул в ресторане, подать вам пальто, резкие грубоватые движения, которые проявляются в походке, движениях руками, скованных, зажатых позах, когда вы сидите или встаете. Если хочешь выглядеть более женственно и элегантно, пиши в комментариях. Портит ваш внешний вид отсутствие расслабленности и легкости. Это опять же к вопросу о сексистских стереотипах, что женщина это украшение, которое должно быть непроблемным и расслабленным и легким. Я думаю, что здесь достаточно комментариев моих. Еще у меня есть очень интересное противоречивое видео. Сегодня я расскажу о трех вещах-антитрендах, которые мешают тебе выглядеть стильно. Нарядная кофточка с принтом. Та самая вещь, которую мы так часто видим в магазинах. К сожалению, эта вещь давно устарела и уже не актуальна. Старайся выбирать однотонные вещи, они всегда выглядят дороже, чем какой-то непонятный мелкий принт. Дорогая моя Наташа, а что насчет вот этой кофточки, которую вы на себя надели? Непротиворечиво? Нормально? Да. Трэш. В общем-то, на этом все. Надеюсь, что это видео было для вас интересным, полезным. Если так, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, заглядывайте в описание видео. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.